Аллах отправил пророка Люта в город, в котором люди делали много зла. Один из видов зла, которые они совершали, это гомосексуализм. Но они совершали и другие виды зла. Разбойничали на дорогах, они останавливали караваны и разграбливали их грузы. Но помимо этого они совершали и другие виды зла. И вот Аллах послал племянника Ибрахима Люта в этот город. Он проповедовал им мораль, проповедовал им, как быть хорошими, праведными, поклоняться Аллаху, и как мы знаем, они его не послушали. Аллах говорит, когда Лют, алейхиссалям, сказал им, «Неужели вы не устрашитесь Аллаха? Поистине я посланник к вам, и я достоин доверия. Бойтесь Аллаха, я у вас не прошу ни копейки». Опять же, смотрите, он говорит, «Ни рубля у вас не прошу», то есть ничего, ни валюты, ни денег, ни золота, ни серебра, ничего материального, я не хочу ничего. И они начали обвинять его. Этот человек пришел в наш город и начал доносить нам свое послание, говорить нам прекратить то, что мы делаем, потому что он хочет от этого что-то заработать. Аллах говорит, «Нет». Он сказал этим людям, «Я не хочу от вас ничего, вообще ничего». «Моя награда у моего Господа». И потом он прямо сказал им, что они делают, и насколько это неправильно. Итак, Аллах послал трех ангелов. Во-первых, к пророку Ибрагиму. И эти ангелы принесли добрые вести пророку Ибрагиму, что он станет отцом и дедушкой. То есть, в один день он получил добрые вести. У тебя не только будет сын, но также и внук. И вот трое ангелов говорят, мы направляемся к Люту. Мы отправляемся к пророку Люту. И вот эти трое ангелов пришли к пророку Люту, алейхиссалям. И в нашей традиции хорошо известно, что Аллах, ази ва джаль, отправлял ангелов в самом лучшем облике и с самыми прекрасными чертами. И ангелы выглядели почти как суперлюди. Они выглядели так, потому что Аллах придал им такой облик. Они выглядели, словно пришли из другого мира. Идеальное воплощение во всем. И вот они прибыли в город Содом. Когда они прибыли туда, самыми первыми людьми, которые завидели этих очень привлекательных мужчин, самых привлекательных, которых когда-либо видели, были дочери Люту, алейхиссалям. И вот они видят их, а они верующие. Они сразу забеспокоились, немедленно побежали к отцу. Пап, там люди пришли в город. И нам обязательно нужно... А на дворе вечер. Было вечернее время. Нам нужно спасти этих мужчин. Ты же знаешь, местные придут и буквально изнасилуют их. И Люту, алейхиссалям, поспешил к этим мужчинам. Поприветствовал их. И после приветствия провел их в свой дом и сказал, остановитесь у меня. У меня остановитесь, поверьте мне. Они сказали, хорошо, мы остановимся у тебя. И они пошли. И пока они шли, Люту, алейхиссалям, сказал им, знаете, Аллах никогда не создавал людей худших, чем здешние. А ангелы были счастливы это слышать. Почему? Потому что Аллах сказал им, не ниспосылайте наказание, пока посланник, который послан к ним, не засвидетельствует, что они этого заслуживают. Когда трое ангелов прибыли, в жителях города проснулась жадность. Они были настроены овладеть этими мужчинами. И Аллах это упоминает. К нему сбежались его соплеменники. Они сбежались к дому пророка Люта, алейхиссалям. И в другом аяте жители города пришли ликуя. Они светились от счастья. Почему? Ведь теперь им открылся доступ к этим суперсуществам. Конечно же, они не знали, что это были ангелы. А пророк с ними спорил. Пытался их разубедить. И сказал. Это мои гости, не позорьте же меня. Я ответственен защищать их. Это мои гости, не срамите же меня. Не унижайте меня своим поведением. Он даже предложил им жениться на своих дочерях, при условии, что они раскаются. Вот мои дочери. Они для вас чище. Имея в виду, если вы покаетесь, бросите грязные дела и станете хорошими людьми, я выдам за вас своих дочерей через законный никах, если вы станете праведными. Они сказали. Они сказали, ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Они нам не нужны. Ты знаешь, чего мы хотим. Тебе известно, чего мы хотим. И они отказались. И вот он в этом почти безнадежном положении произносит следующие слова. Он сказал, если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас. Если бы у меня была мощная опора. Он имел в виду мужчин. Ведь у него было всего две дочери. Если бы у меня была подмога в виде мужской силы. Или какая-то мощная поддержка. Кто защитил бы нас. Как бы я этого хотел. И в этот момент, когда эти люди были в секунде от того, чтобы получить то, что они хотели получить, заговорили эти трое мужчин. Они сказали, они никогда не смогут причинить тебе и малейшего вреда. Вообще. Ночью. Бери свою семью. И уходи из этого общества как можно дальше. И когда будешь уходить, не оборачивайся. Не оборачивайся, чтобы посмотреть на них. Кроме твоей жены. Это значит, твоя жена может присоединиться к тебе, но она обернется. И тогда вкусит наказание. Или она не присоединится к тебе. Что-то из двух. Аллах, уведомо, лучше какой вариант. И Люто, алейхиссалям, немедленно ушел. Почему была наказана его жена? Наши ученые-толкователи сказали, что его жена была согласна с культурой жителей этого города. И она же и выдала им этих трех ангелов в облике мужчин. Мол, там трое гостей, они вам понравятся. Она придала доверие своего мужа. Она вышла и сказала жителям города, пришли трое гостей, берите их. И делайте с ними, что хотите. Поэтому Аллах говорит в Коране. Аллах привел в качестве примера неверующих жену Нуха и жену Люта. Они предали своих мужей. Как жена Люта предала его? Ее муж доверял ей. Он был пророком Аллаха. И к нему пришли гости от Аллаха. Она не должна была их выдавать. Она знала, что они хотят с ними сделать. И она хотела, чтобы они с ними это сделали. Она хотела завоевать симпатию этих грешников. И она хотела, чтобы они это сделали. И Аллах, аль-за-ваджаль, дал ей вкусить то же мучение. Аллах, субханнаху ата'аля, говорит. Аллаху акибар. Наутро их постигли неотвратимые мучения. Их постигло три различных наказания. Три различных наказания постигли один народ. Аллах говорит. А на восходе солнца, ранним утром, их поразил ужасный вопль. Помните, мы говорили о звуковой волне? Ужасный вопль! И он был настолько громкий, он начал сотрясать их. И Аллах, субханнаху ата'аля, проинструктировал ангела Джибриля, который был одним из них. Принять свой истинный облик. И Джибриль, алейхиссалям, принял свой истинный облик. И кончиком одного из своих крыльев, он врезался крылом в землю, подкопнув все их общество. И это уже было после того, как они услышали ужасный вопль. Они уже были наказаны. И он поднял их вверх. А потом перевернул вверх ногами. И они попадали оттуда прямо вниз. И были наказаны сурово. И Аллах, субханнаху ата'аля, говорит. Мы перевернули вверх дном их селения. И Аллах говорит. Сначала ужасный вопль, затем мы перевернули их вверх дном, а затем на них обрушился дождь из камней. И для каждого человека был свой камень. Аллаху акибр. Вот почему Аллах, субханнаху ата'аля, говорит об этом. Любой, кто верит в Коран. Любой, кто верит в Коран, должен извлечь из этой истории то, что это неэтично и аморально. Иметь любой вид сексуального контакта с представителем своего пола. В отношении этого у ученых не было никаких разногласий. Сам акт садомии, половой акт между двумя мужчинами, это без тени сомнения, является единогласно установленным, как запрещенное в исламе. Аллах говорит. Люд, алейхиссалям, много предостерегал их. Но они не поверили ему. Они продолжали и продолжали вредить ему. Они продолжали заниматься тем, чем занимались. И не хотели уверовать. И Аллах, субханнаху ата'аля, говорит, посмотри на этих людей, как они были наказаны. И знаете что? Аллах, субханнаху ата'аля, говорит о том факте, что они все еще там. Аллах говорит о народе люто, алейхиссалям. И мы оставили от этих селений только ясное знамение для людей разумеющих. Чтобы все, кто придет после них, видели. Сегодня вы можете увидеть Мертвое море. Аллах говорит, и оставили мы от этих селений только ясное знамение. Иди и взгляни, что постигла народ люто. Если вы поищите на ютюбе «Народ Помпеи», посмотрите, что случилось с ними. Посмотрите, что они делали. Их отыскали не так уж давно. Целая нация в Италии была полностью истреблена. Как она была истреблена? Оставлю это вам. Поищите в ютюбе. Да сохранит Аллах субханаху от Аля всех нас.